До референдума по строительству АЭС остается ровно месяц. 6 октября казахстанцы сделают свой выбор. Пока же мнения граждан касательно строительства АЭС разделились. Одни считают, что это опасный и дорогой проект. Другие же уверены, что появление атомной станции даст толчок к развитию экономики, а главное закроет дефицит электроэнергии. И мы не будем зависеть от других стран. К примеру, зимой страна испытывает серьезный дефицит электроэнергии. Недостающие объемы Казахстану приходится покупать у соседей. Мы продолжаем обсуждать тему АЭС нашими экспертами. Что думают по этому поводу сами энергетики. Сегодня мы поговорим с председателем Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергеем Агафоновым. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время для беседы. И у вас, как у энергетика, не могу не спросить, что даст АЭС нашей энергосистеме? Я для себя давно уже квалифицировал преимущество АЭС на неких 5 за. Прежде всего, это, конечно же, компенсация дефицита, которую мы испытываем в последнее время. Второе, это необходимость нами достижения углеродной нейтральности. Мы знаем, что к 60-му году мы должны перестать сжигать углеродное топливо. Это тоже очень важно. Это наши обязательства перед будущими поколениями. Соответственно, экономическая составляющая, которая заключается в том, что станция, которую мы, может быть, построим, как вы выразились, задорого, тем не менее будем эксплуатировать 80 лет. При этом период окупаемости этой станции составит 1,4 срока. То есть нет никакой другой генерации, которая бы окупалась за 1,4 срока ее эксплуатации. Экологическая составляющая, действительно, атомные станции абсолютно безопасные. Станции поколения 3+. А по сравнению с угольными станциями, то они и экологически чистые. Во всем мире, вы знаете, атомная энергетика признана зеленой. Соответственно, что еще? Атомная станция – это серьезный драйвер экономического роста, не только регионального, но и масштаба всей страны. Мы видим на примере других стран, где идет строительство атомных станций, какие бизнесы, какую экономику, какие ресурсы это к себе все подтягивает. Вот. Соответственно, вот все вот эти составляющие в совокупности и дают возможность сказать нам, энергетикам, потому что мы это понимаем, что да, атомная станция нам нужна, нам нужна очень. Нам нужна не одна атомная станция, нам нужна три. К этому вернемся сейчас. Сергей Сергеевич, с появлением АЭС тарифы для населения не вырастут? Ну, понимаете, к тому моменту, когда мы все говорим о некой цене условной АЭС, которая по разным оценкам составляет разные цифры, но к моменту строительства у нас и рыночная цена уже уйдет далеко, да, поэтому на фоне той рыночной цены, которая будет через 10-12 лет, когда мы построим станцию, она не будет высокой. Но самое главное, надо понимать, такая категория, как приведенная стоимость, да, то есть затраченные средства на АЭС, условно расписанные на 80 лет, это совсем другая цена, понимаете? Вот что важно, вот что нужно понимать, да, вначале это может быть дорого, но в перспективе, да, применительно. То есть пока мы будем эксплуатировать АЭС, мы должны будем других источников 4 раза, условно, вот тех же ВИО мы должны будем 4 раза построить, понимаете? Вот такими категориями нужно рассуждать, что приведенная стоимость гораздо ниже АЭС. Сергей Сергеевич, вы только что сказали, и, кстати, вы, наверное, единственный человек, от которого я не раз слышу, что Казахстан уже не один АЭС, а целых три атомные станции. Ну, понятно, что сейчас энергосистема изношена чуть ли не до 80% в некоторых случаях, но со временем нужно отказываться от угольной генерации, это все понятно. Почему не один АЭС, а целых три? Насколько такая необходимость нужна? Ну, нужно признать, что все-таки строительство одной станции мы особо в своем балансе это не ощутим, да, вот. Ну, давайте спрогнозируем, то есть у нас к 35-му году будет порядка 40 гигаватт установленной мощности, да, атомная станция, ну, это по оценке разные, это 2,4 гигаватта, да, примерно. Ну, соответственно, понятно, что это там 6-7%, ну, может быть, 9 там процентов, да, в итоге, как вот цифры тоже коллеги называют, вот. Это не особо ощутимо, то есть первая атомная станция это наш вход в большую атомную энергетику, да, в эту сферу, потому что, вот посмотрите, все основные ведущие страны, да, они признают и перспективность, и инновационность, и это совсем уже другая атомная энергетика в сравнении с той, которая вот была еще недавно. Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония, да, вот, с которой, кстати, у нас сейчас особо активно идет налаживание связей, да, Китай, да, вот, ведущие страны, они все используют атомную энергетику, поэтому и в среднем в мире, я хочу просто сказать, почему 3, в среднем в мире на сегодняшний день это 10%, да, уже, и к 40-му году это будет порядка 12%. Вот, давайте применим эти 12% в 40 гигаватт, да, в 35-м году мы получим уже 2 станции, 4 и 8 гигаватт, как минимум 2, а лучше, чтобы 3, и у нас система так сконфигурирована, что нам как раз удобно иметь 3 станции, одну на востоке, да, одну на Балхаше и одну на западе, вот, западная часть ЕС, Казахстан, у нас сейчас работает изолированная пока, но к моменту ввода АЭС она уже будет синхронизирована. Вот эти 3 станции, это как раз и должны стать нашей опорной генерацией, нашей энергостимы, потому что если мы хотим действительно сохраниться, как государство, развивающее промышленность, энергоемкую промышленность ГМК, да, нам просто не обойтись без атомной энергетики. Мне кажется, ваше мнение не жизнеспособно, потому что накануне на вашем месте сидел представитель Минэнерго, он говорил о большой одной станции, то есть вы говорите о 3 мини-станции? Нет, 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 я говорю о 3 больших станциях в стране. Конечно, конечно, я уже занимаюсь неким визионерством, я смотрю на перспективу, одна нам нужна безусловно, понимаете, как я выразился, одна это вход в атомную энергетику, это нужно было сделать давно, 10 лет назад еще, понимаете, вот нужно было... Ну, Сергей Сергеевич, не будем скрывать, что одним из главных барьеров среди населения является страх или же вот радиофобия. Ну, все же помнят печальный опыт Семипалатинского полигона, трагедию Фукусими в Японии. Вот насколько безопасно выбранное место в Алматинской области, поселок Улькен? То есть нет ли рисков для населения и, возможно, каких-то утечек в озеро Балхаш? Вообще здесь, я имею в виду, экологические последствия. Ну, во-первых, хочу сказать, если позволите, скажу, что слово радиофобия немного мне, человеку, родившемуся, выросшему в Казахстане, немного режет слух все-таки, когда вот, ну, чаще приходится это со стороны слышать, да, действительно, наш Семипалатинский полигон, это тяжелое наследие, да, вот, но надо понимать, надо разделять испытательные ядерные взрывы и атомную электростанцию, которые, то есть в одном случае это действительно ядерные взрывы, да, вот, во втором случае это наука, да, и сегодня, атомная энергетика уже шагнула настолько далеко, что вот та станция поколения 3+, которую у нас построят, на этих станциях никогда не происходило аварий, понимаете? На этих станциях аварий не было в принципе. То поколение надежности, которое мы вызываем, мы выбираем. То есть рядом с АЭС жить безопасно? Я вам скажу более того, вот по той статистике, которую я читаю, вижу, как правило, замеры радиационного фона на станции, на любой станции, на среднестатистической станции в мире, показывают, что радиационный фон в центре городов крупных, он выше даже, понимаете? Он даже выше, чем на самой станции. То есть станция, работающая станция, она абсолютно ничего не излучает. Вот. Что касается потенциального угрозы аварий, то вот на сегодняшней станции поколение 3+, 5 степеней защиты, 5 барьеров, которые препятствуют распространению радиации, распространению излучения и так далее. 5 степеней, 5 барьеров. Вот. А заключительный, так скажем, крайний барьер, это некая оболочка, да, которая накрывает эту станцию. Кстати, все это было в свое время предложено, придумано нашими американскими коллегами. Вот вы помните эти события, наверное, да, 11 сентября, когда, в тот момент, что произошло. Поэтому вот на сегодняшний день учтено все, понимаете? Учтены все вот эти аварии. Да, да, да. Я услышал вашу мысль. Вот по поводу Балхаша мы вернемся. Сейчас предлагаю прерваться на короткие материалы. Во Франции стартовал процесс запуска самого мощного реактора во всем атомном парке страны. Новая АЭС Фламанвиль начнет производить электроэнергию уже через 3 месяца. А в Швейцарии власти страны объявили о намерении аннулировать ранее принятый запрет на строительство АЭС и провести референдум. Свои планы по строительству первой атомной электростанции озвучило и правительство Кении. Казахстан также стремится к развитию мирного атома. И, как считают зарубежные специалисты, у нашей страны есть для этого все необходимые условия. Подробности в следующем сюжете. Популярность атомной энергетики растет с каждым годом. Сегодня в мире электроэнергию производят 440 реакторов. И еще примерно столько же находятся в стадии проектирования и планирования. Для международных экспертов такой интерес является закономерным, считает Стефан Обарбье, заместитель гендиректора одной из ведущих в мире независимых компаний в области атомной энергетики. Две большие страны Центральной Азии, Казахстан и Узбекистан, интересуются атомной энергетикой. И недалеко от этого региона Турция, которая как бы связывает Центральную Азию и Европу. И она уже сделала свой выбор в пользу АЭС еще с десяток лет тому назад. Четыре энергоблока были построены в местечке Ак-Кую, и уже в следующем году начнется запуск этой АЭС. И если Турцию включить в этот регион, то он в целом склоняется к атомной энергетике. И это вполне объяснимо, ведь ядерная энергетика развивается, как правило, в больших странах с высоким энергопотреблением, в отличие от государств с меньшим населением и более низким уровнем развития экономики. У Стефана Обарбье большой опыт работы в сфере энергетического перехода на международном уровне. Казахстан, по его словам, имеет благоприятные условия для строительства АЭС. У страны есть атомная индустрия, законодательная база, собственное производство топлива и самое главное, быстро развивающаяся экономика с параллельно растущим энергопотреблением. И что немаловажно, Казахстан, считает он, способен обеспечить качественное строительство и эксплуатацию АЭС. И кроме того, каждая страна в итоге, и это является частью условий МАГАТЭ, должна иметь контролирующий орган по безопасности, который должен быть независимым от оператора, обслуживающего АЭС. Это делается для того, чтобы была уверенность в том, что реакторы будут обслуживаться в соответствующих условиях безопасности. Референдум по строительству АЭС в Казахстане эксперт считает хорошим шагом в обеспечении прозрачности в этой сфере. Впрочем, многие, в том числе и не специалисты отрасли, понимают все преимущества мирного атома, способного решить сразу несколько глобальных проблем, в том числе и растущий энергодефицит Центрально-Азиатского региона. Альяса Сдыкова, Руслан Умержан, 24КЗ, Париж, Франция. Весь мир идет к мирному атому. Сергей Сергеевич, в Министерстве энергетики нам сообщили, что сейчас ведутся переговоры с четырьмя странами, если быть точнее, это Корея, Франция, Китай, Россия. На ваш взгляд, кто должен строить АЭС в Казахстане, чья технология лучше? Можно кратко, у нас время очень ограничено. Я бы все-таки предположил, что лучше ответить на этот вопрос после референдума, все-таки, чтобы наши граждане сначала... А я очень, надеюсь, призываю всех. Но я думаю, что мы будем рациональными, как и в любом другом вопросе, и должны будем выбрать лучшие условия. Лучшие условия, лучшую программу, лучшую стоимость и так далее. То есть выбрать не спеша, если итоги референдума будут положительными. Ну, Казахстанцы сделают свой выбор 6 октября.